Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Всем привет, мои хорошие! С вами я, Светлана Ата. И сегодня я с вами поделюсь очередной историей одной моей подписчицы. И эта подписчица, посмотрев несколько моих видео, сама попросила рассказать вам о её истории и чтобы вы не делали её ошибок. Она мне это всё записала, и поэтому я всё прочитаю, чтобы ничего не исказить и рассказать её словами. Ну что, приступим к чтению. Ситуация такая. Я влюбилась как девчонка. Познакомились вживую. Я отдыхала в Сиде. Он работал в магазинчике, торгующем овощами и другими фруктами. Он меня угощал вишней. С этого всё начиналось. Я ни слова не знала по-турецки. Он не знает ни русского, ни английского. Общались через гугл-переводчик. Я улетела. Продолжали общаться. Скоро уже два года. У меня тяжело болела мама. Прошлой весной я снова прилетела к нему. Билет, отель. Всё оплачивала я. Он сделал некоторые подарки и 30 евро дал перед отъездом. Его бизнес шёл к краху. В конце концов, магазин закрылся. Он вернулся в свою деревню, где живёт с незамужней сестрой. Рядом дом, где старший брат, животновод, живёт с семьёй. Рядом показывал мне свой недостроенный дом. Намекал, что нужны деньги, чтобы достроить. Я на это не повелась. Для этого у него были какие-то проблемы с бизнесом. Тюрьма. После нашего знакомства у него была авария. Горозила тюрьма. Я его выкупила. И кредит взяла на 200 тысяч рублей. От тюрьмы спасла. Сейчас он скоро год как не работает. Звонит, когда вздумается. В самом начале так не было. Иногда вижу, что он в сети. Позвоню, не отвечает. Иногда смски мои не видит. Или же не хочет сразу видеть. Я спрашиваю конкретно, что происходит. Никакого ответа нет. Иногда спрашивал деньги. Говорил, что работы нет. Сезон закончился. Понемножку я продолжала отправлять. Сейчас не рубля. Сама еле живу с детьми, выживаю. Тут он занялся кладоискательством. Теперь просит купить металлоискатель. Он стоит хорошие три с половиной тысячи. Иногда он тусит с друзьями, пьет раки. Иногда при ком-нибудь позвонит и кричит. Ашкэмбеним, канарьям, папатьям. Я ему бюль-бюль беним. Сколько раз я ему говорила. Ищи молодую, богатую, без проблем. Нет, говорит, что только меня любит. Я ее спросила. Предлагал ли он вам выйти замуж? Предлагал, говорит. В необозримом будущем. Сначала сказал, надо дом построить и достроить. И что я должна деньги отправить. Как-то я ему сказала, что я для него банковская карточка. Так обиделся. Друзья мои хорошие. Вот такая вот вышла. Вот такая ситуация. Конечно, сейчас посыпется очень много комментариев. Но, пожалуйста, не пишите такие плохие комментарии. Потому что, к сожалению, очень много женщин оказываются в таких ситуациях. Мы хотим внимание мужского крепкого плеча почувствовать. Мы мечтаем о мужчине, который нас будет оберегать, лелеять, халить. И вот мы делаем такие иногда ошибки. Да, конечно, много ошибок сделала моя подписчица. То, что она взяла кредит и отправила ему эту сумму. И он постоянно продолжал у нее что-то просить, плакаться. И это продолжалось очень много времени. Но я рада, что моя знакомая прозрела и прекратила с ним какие-либо отношения. Потому что это было бы постоянно, как правильно она назвала себя, банковская карта. И все. Я вам расскажу много историй. Я уже, в принципе, знаю психологию турецких мужчин, как это все происходит. Вот я сейчас читала ваши комментарии. И одна моя подписчица тоже добавила, что у меня отношения по интернету, переписка. Переписка. Мы не видели живую переписку несколько лет. И вдруг он исчез, перестал часто писать. Все это говорит о том, что некоторые мужчины очень хитрые. Как они делают? И это я говорю из опыта моих друзей, моих знакомых. Вот они пишут, пишут, пишут. Потом вдруг у них ступор, они исчезают. Или перестают писать о своей любви, потому что это им надоедает. И они придумывают какой-то план. А план, знаете, какой у них? А план у них такой. Очень хитрый план. Они, значит, исчезают. Женщина влюблена по уши, влюблена от красивых слов, потому что мы же женщины любим ушами. Они очень хитрющие такие. Знают, как и что нам сказать. Так вот, эти мужчины исчезают. Женщина пишет, названивает. Не находит себе места. Женщина переживает, не кушает, не пьет вообще. Даже в депрессии сидит. И вдруг он появляется, бывают такие случаи, и говорит, вот я пропал, потому что я попал в аварию. Или я пропал, потому что меня забрала полиция. Или я пропал, потому что у меня мама в больнице. Или меня в тюрьму должны посадить. И в этой ситуации женщины хотят помочь. И они говорят, как тебе помочь, мой милый, любимый? Они говорят, вот если я не заплачу, вот эту сумму меня заберут в полицию. Если вот я не заплачу, у меня не сделают операцию, я погибну. Они всякими путями хотят выманить женщины деньги. То есть сначала проходит такой конфетно-букетный период. Они влюбляют в себя женщину, потом они исчезают, и потом у них начинается уже такое холодность показывает. Или у них куча проблем, у них нет настроения из-за того, что у них голова болит от их проблем. Они не могут их решить. И тут женщина, конечно, предлагает свою помощь. И вот некоторые из них, к сожалению, идут на эту хитрость и помогают им. Есть такие ситуации. И я хочу предупредить вас, не идитесь на эти уловки и хитрости. Остановитесь и сделайте то же самое. Исчезнете с его жизни. И если этот мужчина один раз пошел так, он будет постоянно идти. Такими путями. Он вам не нужен. Бегите от него. Серьезный мужчина никогда в жизни не попросит у женщины денег. Даже мой муж, когда его друзья знакомятся в интернете, у меня была такая история тоже. Друг моего мужа, он знакомился с девушкой по интернету. И у них были серьезные намерения. Мой муж обучал его, как и что делать. Вот он говорил. Вот ты видишь, у него скоро будет рождение. Сделай ей приятное. Отправи денежку и скажи, купи от меня что-нибудь. Если ты сам не можешь поехать, естественно, в чужую страну. Или скажи, что я приеду к твоим родителям. Это будет тоже очень красивый жест. Или же, если ты приглашаешь женщину к себе, ты должен оплатить ей дорогу. Ты должен оплатить ей гостиницу. Ты не можешь пригласить ее к себе сразу. Ну, это должно быть с твоей инициативой. А так как женщина распределит, она останется у тебя или в гостинице, это уже ее дело. Но такие поступки должен совершать настоящий мужчина, который хочет жениться, которому нужна эта женщина, а не только который хочет поиграть на какое-то время. Так что сразу можно было догадаться, когда мужчины начинают плакаться, ныть, что им надо дом построить, что у него какие-то проблемы. Здесь не будет ничего серьезного. И который просит деньги, для меня это не мужчина. Я читала тоже сейчас свои комментарии. И некоторые, некоторые по пальцам посчитать, которые не верят в его мужа. Что я все рассказываю сказки, что это неправда, что я сама все оплачиваю. Не так, мои хорошие. Я просто решила ответить некоторым женщинам, которые не верят в него. Но если не верите, не верьте. Я, например, никогда не буду за мужчину платить, чтобы вы знали. Это первое. Я даже когда у нас не было отношений, еще только-только, я вот предупредила моему мужчину, что я ненавижу в мужчинах. И меня отталкивает до того, когда мужчина просит женщины деньги. И это первый признак, после которого он мне становится неинтересным. И я не вижу в отношениях моего мужа какой-то такой цель, жить за мой счет. Мой муж сейчас все оплачивает. Я работаю на себя и хочу, и делаю иногда. Вот сейчас как-то помогаю, в каком смысле, что я могу пойти, допустим, купить что-то. Но если мы идем вдвоем, то мой муж, конечно, все оплачивает. Это бесспорно. Это бесспорный вопрос. Когда у моего дочери был одержим, я пригласила, как будто я там побывала. Но я могу уже сделать такое. Мне само приятно, я от этого кайфую, когда я могу заплатить сама. Да, у меня нет шикарной квартиры, у меня нет шикарного ремонта, у меня нет машины. Здесь мой муж не миллионер. Но у миллионеров свои проблемы. И богатые тоже плачут. Меня устраивает то, что есть. У нас большие планы, о которых я пока не буду говорить, насчет этой квартиры. И мы пока не торопимся, мы только начали жизнь свою молодую, счастливую. И у нас все впереди. Но зато нам комфортно вдвоем. Мы все время проводим вместе время. Нам очень комфортно вместе в ресторан пойти, вместе телевизор посмотреть, побеситься. Я, знаете, когда выходила замуж, я знала, мой муж работал. И вот он год работал. И потом, когда мы приехали сюда, он сел дома. Это, конечно, для меня было очень такое испытание. И как я могу поставить 24 часа, быть с мужчиной в доме, но с мужем. И вот это мне немножко было трудно. Так я искала себе приключения. Я утром выходила на море на 3 часа, была сама собой, и потом постепенно привыкла. Он мне вообще не мешает. Он иногда не любит на камеру сниматься, но он не злой. И я снимаю видео не ради денег, вы сами знаете. Заработок на Ютубе смешной. Я снимаю сейчас видео в свое удовольствие, потому что есть мне с кем пообщаться. У меня столько друзей, столько контактов новых появилось. Я бизнесом занимаюсь за денег, потому что он дает свои плоды. И я эти деньги отправляю, помогаю моей семье. Вот для чего я работаю. Остальное все у нас будет с мужем. И квартира будет шикарная, и машина будет шикарная. Все будет. Просто об этом не буду говорить, а все, все, вы сами увидите. Главное взаимопонимание в отношениях. А богатство это не главное. Сегодня оно есть, а завтра нет. Уважение и любовь остаются до конца жизни. Мы с моим мужем были в таких сложных ситуациях. Я два раза столкнулась, когда я была лежачим, больным. И я знаю, как он за мной смотрел. Вот это большой показатель. Я не боюсь, что я останусь одинокой, и мне некому будет подать воду. У меня есть такой человек, и вам желаемое, и хорошее. Потому что дети детьми, сколько раз я повторяю, а любимый человек должен быть рядом. Ну и, конечно, если вы сами зарабатываете деньги, это очень большой плюс. Потому что сегодня муж может быть, а завтра не может быть. Не обязательно, что он убежит от вас или еще что-нибудь. Его просто может не стать. А вам уже не будет страшно. Так что на этом буду заканчивать мое видео. Учитесь по истории моих подписчиц. Будет еще много очень интересных историй. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь с моим каналом, своими друзьями, родственниками, знакомыми. С вами была Светлана Ата. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова